Когда в нашей жизни все хорошо, мы иногда многих благословений не видим. Иногда мы понимаем свою зависимость от церкви, тогда когда проходим через какие-то трудные обстоятельства жизни. И я хочу поделиться маленьким свидетельством того, как Бог благословлял меня и как Бог проводил меня через трудные обстоятельства жизни и благословлял через церковь. Вы знаете, был такой 2013 год в моей жизни, очень неприятный год, когда различного рода неприятности и беды постигли мою семью, и оно все было как-то в один момент. Знаете, в течение двух-трех месяцев все это свалилось, и я был не готов к этому. Но самая большая беда случилась, это то, когда мой внук, когда ему было два месяца, и ему поставили диагноз двухсторонняя катаракта, врожденная двухсторонняя катаракта глаз. И этот диагноз, он обозначал одно, что мой внук в два месяца он ничего не видел, ни одним глазом. И нам сказали, что мы должны срочно сделать операцию в течение ближайших месяцев для того, чтобы спасти глазной нерв и чтобы был шанс на то, чтобы он мог что-то видеть. И когда я услышал этот диагноз, когда я пришел домой, я посмотрел в интернете, почитал, что говорят специалисты, почитал историю других людей, которые сталкивались с такой проблемой, и я пришел в абсолютное уныние. Почему? Потому что то, что я прочитал, оно не утешало, и я не мог смириться с тем, что мой внук, он никогда не увидит солнца, он никогда не увидит своих родителей. И я понимал, что теперь все зависит только от милости Божьей. И я понимал, что нужно молиться. Но молиться, знаете, нужна молитвенная поддержка. Иногда одному в таких ситуациях молиться очень трудно. И к кому мы обращаемся, когда мы ищем молитвенную поддержку? Мы идем в церковь. На всех служениях есть особое время служения, когда здесь зачитываются нужды людей и совершается молитва. И когда у нас все хорошо, мы, может, не обращаем внимания на это служение, на это время. Иногда вот уже бывают и места пустые к этому моменту. Но те, которые хотя бы раз писали эти нужды, писали эти записки, вы можете вспомнить и согласиться со мной, как вы ожидаете этот момент, когда церковь будет молиться о нашей нужде. И в этот момент это бывает иногда последняя надежда. И я начал обращаться к церкви за молитвенной поддержкой. Вы знаете, я был очень удивлен тем, как церковь поддерживала. Я мог бы рассказать много ситуаций, которые были связаны с этой молитвенной поддержкой, но я расскажу одну только ситуацию. И когда внуку назначили операцию, это было назначено на четверг, на 9 часов утра. И после служения один брат, пожилой брат, вот так он сидел в рядах, он встал и говорит, братья и сестры, вот будут ребенку делать операцию. И давайте в четверг придем к этому времени, кто не работает, кто на пенсии, у кого есть желание, и будем молиться в это время. И он так встал, объявил, я его об этом не просил, сел, ну, кто услышал, услышал. И вот наступил четверг, и мы с моей женой, мы едем в молитвенный дом, потому что буду там молиться. И в это утро был очень сильный дождь. И не просто дождь, очень сильный ветер, такой, что, знаете, под зонтиком не укроешься от дождя. И мы едем в машине, и я говорю жене, знаешь, давай настраиваться на то, что приедем в молитвенный дом и будем на молитве ты, я, и приедет служитель с женой, потому что они на машине. А вряд ли кто придет. В Украине, ну, мало кто ездит на машине, особенно пожилые, они ходят пешком. Кто придет в такой дождь? И мы приезжаем в молитвенный дом, заходим туда, заходим в эту комнату, где должна быть молитва, и эта комната полна. И вы знаете, Бог мне показывает вот эту церковь. И я помню эту молитву, насколько она была горячая, сколько шла операция, все, мы молились, пели, читали, молились. И потом позвонила дочка и говорит, операция прошла хорошо. И я верю, что это была услышана молитва в церкви. И, вы знаете, внук сейчас видит, видит частично в очках, еще нужно лечение, еще будет впереди много нужно пройти, но он видит. Вчера я разговаривал с ним по скайпу, и он мне рассказывал, показывал эти картинки с попугаями, и он рассказывал, это красный попугай, это зеленый. Он рассказывал мне все про попугаев, какие они бывают, и я благодарил Бога, потому что он видит этот мир, он радуется этому миру. Я хочу сказать, что в тот момент церковь не только поддерживала меня молитвенно, Бог давал расположение братьям и сестрам, они разными способами оказывали всевозможную помощь. Мы получали ценную информацию, к кому обращаться, какие специалисты, и мы вышли на хороших специалистов благодаря вот этой информации от братьев и сестер. Братья помогали финансово, помогали кто транспортом, кто жильем, помогали решать многие вопросы. Я помню, что тогда некоторые братья со мной много беседовали, и я нуждался в этих беседах, и я понимаю, что им тогда было очень тяжело со мной беседовать, потому что внутри все было непросто. И я помню, насколько они были милосердны ко мне, насколько они беседовали это все по благодати. И один брат, он служитель, подошел мне после служения и говорит, у меня есть такое побуждение к тебе. Говорит, я через несколько месяцев, я еду на конференцию в Англию, и вот я имею возможность взять кого-то с собой. И мне пришло такое побуждение, чтобы взять тебя с собой на эту конференцию. Вы знаете, я смотрю на него, я понимаю, что это будет конференция, куда приедут лидеры, куда приедут сильные мужи. А я на тот момент, я вообще ничего внутри не чувствовал, ни силы, ни дерзновения. И я ему просто так говорю, а ты будешь комфортно себя чувствовать со мной там на этой конференции? И он говорит, я не знаю, мы так откровенно с ним говорили. Но он говорит, давай решим так, если это побуждение было от Бога, то у тебя нет ни паспорта за гранд-паспорт, у тебя нету визы, у тебя нету приглашения, у тебя еще много чего нет. Если это от Бога, он все устроит. Если нет, то примем это как от Бога. И вы знаете, Бог устроил. Я был там в Англии, первый раз в Европе. Другая страна, другая культура, я не знаю язык. Я выглядел там перепуганно и очень странно. Но мы жили в семье верующих англичан. Мы жили одну неделю. И эту неделю я видел, как они нам служили. Они просто отдавали самих себя нам на служение. Они таким образом служили Богу. И Бог мне показывал, это тоже церковь. Это моя церковь, это верующие в другой стране, другой культуры. Но вы все вместе, вы в моей церкви. И я видел служение этих людей. Эти люди служили для меня. И я рассказываю это свидетельство прежде всего для себя. Потому что я не хочу забыть то, что Бог делал для меня через церковь. Я рассказываю это свидетельство для того, чтобы ободрить тех, которые находятся в труде. Я понимаю, что труд это не всегда просто. И бывают хорошие моменты в труде, бывают тяжелые моменты, бывает огорчение, бывает период усталости. Но усталость пройдет, а благословение, которое от церкви, оно будет в вашей жизни. И я хочу обратиться к тем, которые, возможно, по какой-то причине где-то не участвуют в труде. Бог хочет вас благословить. И если вы найдете для себя свой труд в церкви, вы будете благословением для церкви. Но церковь будет благословением для вас.